Всем привет, привет YouTube. Солнечная Талия на проводе, Михаил. Очень солнечная. Сегодня у нас дожди опять шли. Михаил, поздай у вас себя, пожалуйста, со всеми телеспектурами. Здравствуйте, тем, кому я нравлюсь. И привет, привет, кому я не нравлюсь. Мишка, у тебя, кстати, вот здесь вот блесточек какой-то, еще с вчерашнего вечера. Ну, пусть будет интрига. Слышишь, Мишка ездил на два дня. Он был в Ференции, был в Болонии. По-русски Флоренция. Флоренция. И еще какой? Где ты еще был? В Сан? В Сан-Бенедетте. В общем, ездил, еще путешествовал. Сегодня Михаил Михайлович уезжает. Я его провожаю на самолет на его личный, который он приобрел себе в Италии. Белла, не пизди, я тебя прошу. В общем, настроение приподнятое. Смотрите, кухня. Молосы у тебя приподняты, это не настроение. Смотрите, кухонька уже моя готова. Кто-то написал, что у меня на кухне как магазин на диване. Но, тем не менее, ребята, компания НЛ и Бизнес, он, конечно, свою трогает. Сейчас мы идем весело, весело. Я пока апельсинку съем. Зачем ты мне сказал тогда, что мы выходим? Я тебя жду, Вася. Белла, ну ты пиздишь, да я поеду. Ты одевайся, я тебе в себе предложила яичницу даже. Все, я с тобой, давай. Нет, он мне говорит, я оделась. Давай, давай, еще так ищи союзников. В общем, провожаю Михаила. Пришлось нам вынимать кое-какие вещи, потому что перевес. Много купил, купил очень много сувениров. А, кстати, спрашивали, почему, видели в Инстаграме, в Историяс, почему я привела людей в китайский магазин. Это была барахолка, что Света, что Мишка, очень любят барахолку. Там такие шмотки, кстати, набрал, да? Эксклюзив. Эксклюзив. Очень классно. Жалко, что он не показал. У меня на тот момент, когда мы были в Риме, села видеокамера уже. Чему был Михаил Михайлович в жизни раз. Очень рад. Нет, он нормально относится, это он просто так, знаете, на камеру. Белла, это ты на камеру, давай, все. Я одета, я жду тебя. Сходи. Так что, Михаил одевается, и легкой походкой мы выдвигаемся из моих апартаментов. Белла, 108 килограмм, никакой легкой походки у тебя не будет. А что мне нести надо? Рюкзак? Да. Давай, закрывай. Спрашивали, как Миша питался Ференцием. Миша ел все, что хотел. Он себе ничего не отказывал. Он был испанской свиньей, Который закололи, да? Поэтому наверсты вы упущены. Тебе берешь этот... Белла, тебе оставляю. Очень вкусно. Очень вкусно. Так что мы выдвигаемся. Да. Михаил сказал, что перед ко мне... Да хватит уже. В августе приедет ко мне. Очень гостеприимное, сказал. Ему все понравилось. Мои борщи. Ну так вот, я потом сниму свое видео. А что тебе не понравилось? Белла. Штаники помыли, постирали. И все, и на этом все. Нагормила борщом, щи тебе варила. Ой. Здрасте. Я свеклу покупала, но быстро рассказывала. Да, свекла, кстати, была привезена из Соединенных Штатов Америки. Арабских эмиратов вообще. Да. Михаил просто занимается земледелием, вот, и выращивает цвеклу. Мы вышли из квартиры, Михаил одумался и решил достать для меня еще один подарок. Смотри, да. Который хочет мне подарить на память свою футболку. Держи. Боже, какой саквояж красивый. А что ты мне его сразу не показал? Видите? Легким движением в руке он открыл чемодан и проверяет, не пропали ли его нижнее белье и пижаму. Это уже, правда, не смешно. Немножко шерсти персидской кошки из Италии ты привезешь, конечно, домой. Вот, видишь, есть. Шерсть. Да. Чупаянная, в России. Классная, Чупаянная. А что ты в нем держишь? А я купил лучше бывшей подружки. А покажи тогда, если ты его купил. Да, вот, 25 евро в Болонию. Новый. А далеко у тебя твои ботинки, эти самые красивые, которые ты купил? Ну, не самые красивые. Нет, ты там другие купил классные в Риме. А, эти. Да, далеко. Далеко? Ну, Миш, ну покажи. Было, блять. Ну, покажи. Все. А слоник-то? Он ждет возвращения в августе. Слоник у тебя в руках. Он купил очень красивые сувениры своим друзьям. Барахолка у нас, не сравнивайте с нашей, у нас очень классная. И что, даже Миша заметил, что в Пизе, держи. Где самая бюджетная барахолка? Где? В Пизе. Ты же сказала в Риме. А в Болоне самая дорогая. Подожди, мы в Риме столько всего накупили, в Пизе здесь такие цены были. Какой Белла ты накупила? Я ничего не покупала. Я просто в барахолке не одеваюсь. Белла, ты в Бершке стоишь. Нет, это Ачиндем. Ну, или Ачиндем, в роднице. Ну, это мне подарил мальчик-хотея. Сейчас ты не увидишь там, то в барахолке. А зачем? Я соответствую своим образом. Слушай, Миша, скажи, пожалуйста, а вот ты говорил, что в Болоне цены совершенно другие, да? Допустим, на еду. Там все совершенно другое, там институция города другая. Не, ну ты вчера говорил, что фрукты там дешевле. Да, апельсины 80 евроцентов в килограмм, авокадо 50 евроцентов в штука. И такие авокадо, как и Абля, авокадо. Хорошо, хоть я это сказал. Я забыл, что мы его положили в холодильник, и так не достать. Ты идешь домой? Открывай дверь. Я еду в Болонию. А авокадо у меня в холодильнике? Нет, Белла, в Болонию осталось. А, я уже обрадовалась, думаю, у меня в Болонию. Слушай, может, давай я рюкзак понесу? Нет, Белла, не надо. Да, не надо, то моя кофточка белая затрется. Ага, а и Чиндем? Ну и что? На правой пеклам. Ну и что? В общем, просто мы должны понять, что Михаил просто очень нервничает. Он просто очень расстроен. Вот посмотрите на мое еблище и скажите, что я нервничаю. Наш автобус, мы, кстати, я купила билетики. Уж первый раз везу мишулечку своего на автобусе. Не захотел он ехать на такси. Ой, Белла, что ты будешь делать без меня? Ну, у меня же твой ватсап есть, дорогой. Я же тебя заблокирую. Да ладно. Как только сяду в самолет, сразу... Там еще ж ногу надо твоим родителям передавать. Как это? Сначала Маришечка, Марусечка, спасибо. Жалко, что борщи не получилось наварить. Миша, такой плов хотел сделать. Ну, Миша, в августе уже сделаешь. А он не останавливается, да? Останавливается. Миш, давай в самый зад. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. Я, если честно, в восторге. Наши памятники уже 300 раз закрыли. ФСОшники, СБУшники, неважно кто. А ты к отопизе можешь подойти хоть в 3 часа ночи. Мы на вокзале на железнодорожном. Меня многие спрашивали, почему я не хожу в магазин на Евроспин. Он находится совершенно в другом конце города. Вот сейчас мы с Мишей перед аэропортом идем в этот магазин. Ему надо. А раньше, когда я жила здесь рядом, я показывала, да? Где я раньше жила, дом в предыдущих видео. То здесь я и ходила этими тропами Сашу и Софию в школу, в садик возила. Дела закупки в этом магазине. Купала тоже питание. Саша, на искусственном сформлении с трех месяцев. Девушка, простите, не подскажешься, как до Броваров доехать? Ну, пожалуйста, на левом еще. Не было тут 100 лет. Что? Давай у Холокаса оставим этот. Чемодан есть. Ой, какие честные хотят себе куда-то. А, нет, реплика. Понятно, что реплика. Тут все реплика. Не, они сами стоят 15 тысяч. Ну, скажите, давайте положим лаборца. Брати. Ну, вот и орхидейчики красивые. Сколько здесь орхидея? Не видно. Здравствуйте. Друзья, как не вижу, что речь, насколько, 249. Белла, а что мы сюда раньше находились? Он далеко, в конце другого города, в нашем конце города. В каком он в конце другого города? Садили бы сюда, бегали сюда на пробежку. Видите, да, здесь уже 99 копеек морковка. Что мешало бегать сюда на пробежку? Потому что спали до трех утра. Ну, вы же бегали. Ну, да. Идем вперед, вперед. Я сама здесь не была. И парашютка. Ламбрусков. Наши друзья. Соки. Да, здесь, конечно, совершенно другие. Снельки. Кто это? Этот отца? Нет, помоги мне найти обещество. Сейчас я очки достану. Как отина. Вот мы вчера его ели, жареный. Жареный? Да, очень вкусный. Показывай, какой ты впервые показал. Вот этот. Это без этого, сыр без сыра, ну типа, сенцелатоза для вегетарианцев. А, нет. А мне нужен, чтобы была тройная порция. Вот наш любимый с тобой, нет, не он. Но похож. Да, это есть, да, вот. Пикорино. Пикорино. Да, да. Добрый, пикорино берем. Давай еще какую-то... Вот его цена. Пикорино возьмем. Это за кило? Или за 300 грамм? 300 грамм, 1 килограмм, 3,300. Это, значит, получается... О, Белла, это очень дорого. Ладно, хорошо, берем. А мне нужен еще какой-то сыр. Можно по акции. Давай здесь наверху посмотрим, не спеши, подлежи. Смотри, это тоже, видишь, рикотта. Оно типа, как нашего творога. Это тоже наш любимый. Нет, я его не люблю. Он солененький. Нет, вот это я не люблю. Ломбард. Малышка здесь не такая уж и дешевая. Ну, в принципе, как и у нас в магазине. Трилетный с моим домом. Белла, нам нужен еще один сыр. Ну, вот Пикорино тоже, который это... Пармиджано, Белла. Научись читать на итальянском. А, да, точно. Каморзе Афрумуцца. Что это за Афрумуцца? Нет, тебе такой понравится, как... Помнишь, мы брали, как копченку? Нет, я не помню. Мы покупали, резали, вот оно даже видно, как копченка. Белла, хорошо. Ацетта де бальзамика. Вот паршютто. Паршютто смотрю. Ну, она тут... Сколько кусок стоит? А, ну нормально. 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 Нет, это стейк. Не-не-не, это не паршютто, это стейк. А стейк у кого? Не паршютто стейк? Не, ну они все равно отличаются. 5,39, 600 грамм. Килограмм Одессе, 8. Так, Белла, это что это? Это для туристов, это для местных цена? Я не знаю. Нет, смотри, это килограмм алкило. А тут больше, чем килограмм. Да. Ой, Белла, если меня не пропустить в аэропорту, будешь сама есть это мясо. Хорошо. Я за него платить не буду. Перевес. Ну, потому что Пармиджан, оно так и здесь стоит. Это сегодня, видите, это 27-го, а здесь скидки. Сначала были накидки, а потом сделали стейк. Да. Что это за сёж такой? 4 сёжок. Один. Это твёрдый. Это Миша набрал своим друзьям. Это артишки. Ой, Белла. Переключаемся. Между прочим, Миша сейчас летит 3,5 часа, и в 7 он уже будет на работе, да, с чемоданами. Читка сценария. У него сегодня чистка сценария, я говорю, Мишулька. Ты же не забудешь актрису. Да, конечно. Погоревшего театра, да? Максимум на кассу в кинотеатр. Он говорит, максимум, да ну хоть на кассу. Зато знаешь, сколько людей выстроится? Пройти посмотреть на Марисабель в главной роли. На Маринелло. Да. Это мы уже к аэропорту идём. Мишулька говорит, не забудь за актрису. А то как будет? А актриса, это плохо. Почему? Ну потому что плохо. Это зависимая профессия. Для тех, кто мечтает быть актёром, я на следующего рекомендую сходить к этому кружок местной ДК. И позаниматься. Это очень сложно. Реально сложно. Потому что мне с детства проросили эту карьеру. И я очень счастлив, что она меня обошла стороной. На этом умные мысли закончены. Ну буду надеяться, что Мишанин найдёт мне роль. Даже в эпизоде. В эпизоде. Да, очень многие известные люди всегда снимались в массовке, в эпизодах. В любом случае, да. Но если больны профессией, то да. Если это так, и худелать, то лучше уже маникюром заниматься. Кстати, маникюр на днях сделаю. Закончили красить кухню. Мы очень оперативненько пришли в аэропорт. Вообще. Всё очень быстренько. У нас же вылет отсюда. Но у нас ещё есть время. Да, да. Портенцы написано. Нет, должна быть стойка регистрации. А регистрация, по-моему, там вот. Мой любимый Сваровский. Ну что-то я его похолодела в последнее время. Вот здесь, смотри. Забыла. Ага, я уже забыла. Просто вылетала пару раз отсюда. Нам победа нужна. Синяя. Ну вот, смотри, читай, потому что я без очков. А что, ещё не до регистрации? У нас за два часа приезжаешь, ещё и очков. Пошли спросим. Всё, свои дела решили. Идём попить кафе. Мишуль, а хочется уезжать? У меня нет кормированного мнения по поводу хочется или не хочется. Вот департ. Так вот, кафешка. А, ну ладно, идём, идём. Да, идём. Неоднозначно, потому что... Идём, только сядем. А, на улице, да, надо было на улице. Только нам надо с тобой сейчас взять, а потом уже идти на улице. Смотрите, вот этот, видите, кусочек айлоя. Это кактус. Ну, я понимаю, что кактус. Когда Миша будет проходить осмотр, ему скажут... Он скажет, я прикладываю на сердце, как знак айлоя, чтобы вылечить моё сердце, что уезжают в Марифе. Вон твоя любимая груда лежит. Да, я вижу, я вот её и хочу, наверное. Да, с этим сыром как раз. Только она, блядь, стоит в Гитлеру война. С рукколой. 6,50 евро. Ну, так там полкилограмма. А я капучино и... 2 килограмма чуба хлеба. А ты угей? 3 килограмма. 3 килограмма. 3 килограмма. 3 килограмма. Белла, у меня последние эти самые... Я добавлю. Смотри, я буду капучино с тортиком. А ты капучино или что-то хочешь? Да. Смотри, вон, видишь, сколько выставляют обеда. Не, не хочу такую. Вегетарианская. Ну да, это ж про меня. Все ж видели, как я пиздачу ночью. Ковбанцу. О, все про меня это. Как бы я постро qуеты? Как оно creation? Как как это называется? Марен? Что это проhlет там,えー? д Secле? А ведь сifik name? Или сфотом. Ну да. А я заš nouveau нормальном aire. О да. Нак с priesthood. Ну, Мишка, что тебе? А я вот это хочу... Гварда, луеволево, пестапонино. Вот это хочу? По компершуту Грудо. А спроси, соус никакой? Нет, нету дополнительно. Вон есть этот, брезауло. Оранж фреш? Да. И он оранж. Подожди, у меня есть деньги. Ну, я тебе выгреб все. А ты уже добавил, что не хватает. Все из пумута, ади оранж. Сыграть. Нет, ты много дал. А мне что с ними делать, Марина? 14 евро всего надо. Себе чуть-чуть добавь. Грация. Нет, а что с ними делать? Все си си вон. Нет, они не нужны. Все? Это остается? Провожаю Мишанечку. Смотрите, капучино, пирожок, курки, сок, маленький бутербродик. Белла, ты в Европе такой пирожок. Круассан. Круассанчик. Пирожок. Все, давай, приятного аппетита, Мишанчик. Витомир, привет. Мы кушаем пирожок. Нет, давай, ты кушай свой панинчик. Мишанчик наелся. Круассанчик. Круассанчик. Круассанчик, классный. Только что познакомила его с двумя девушками. Мишанчик, кстати, летит вместе. Сваха. Потому что она блогер, блогер. И многодетная мать, так еще и сваха. Вот. И я говорю, у тебя есть время подумать о том, как сходить самолет в Москве. Возможно, ты мне скажешь, да? Я однолюб. Платишь одну, берешь три. Я однолюб. Ну, это можно, знаешь, переживки прошлого. Да, конечно. В общем, познакомила его с девчонками. Они сами путешествуют. Белла, давай искать наш рейс. Они сказали, в самом конце регистрация. Да. Так что тебе будет не скучно ехать. Мишалька везет немножко персидской шерсти на своем чемодане. Самая малая. Да. Надо было девочек дождаться. Они сказали, может, там еще где-то. Подожди, куда ты пошел? Да, да. Есть там еще чекин. Да. Люди стоят. Видишь, чемодан. Ты в туалет не хочешь? Нет. Миша, мы, наверное, неправильно идем. Видишь, девочки, подсказали. Боже, хоть один раз лоханулся. За семи свое довольное им. Да, да. О, слушай, тебя уже ищут. Слушай. Уважаемый сеньор. Уважаемый сеньор. Волосом котелель. Уважаемый сеньор, вы потерялись. Пройдите на регистрацию самолета. Мы здесь, да, Миша? Уважаемый сеньор, глядя, Миша. Я вчера так в этом самом... В Болоне садился на поезд. Написано, поезд до Флоренция, первая платформа. Я выхожу, никого нету. Думаю, ну, он сейчас подъедет. Пять минут нету. Сой ципед минут до отправления. Я копа, говорю, мисс Кузи. Он мне говорит, это один, один, дробь один. Это там, в конце туннеля. Я так бежал. Аналогичная ситуация здесь. Почему не написать, да, что это? Другой сектор, еще что-то. Вообще, не итальянцы, а молдаване. Ну все уже, Мишечка. Да, я счастлив. Я просто счастлив. Расскажи, как тебе вообще Италия понравилась? Ты же первый раз в Италии. Ну, больше да, чем нет. Безусловно, у каждого своего взгляда на жизнь. И на восприятие. Вот мы общались с двумя девочками, которые снимали отели по 100 евро и считали, что это дешево. Я снимал отель по 50 евро и считал, что это можно было сэкономить. Да, я верю вам. Ну что она сказала? Она сказала, что я тут. Слышишь, Миша, из городов, в которых ты побывал в Италии, что больше впечатлило? Ну, чёрт, что-то. Венеция, безусловно. Рим хорош. В принципе, они все одинаковые. В принципе. Но сам итальянцы... Только есть полутона, полутона, в каких-то особенностях, но это чаще всего выражается в бытовых образах, а не в зрительных. Все и одни те же католические соборы, такие же все чистенькие, убранные. Где-то насрано, конечно, но мы были там с утра, и это простительно. Ты за Рим? В Болонии огромное количество студентов с пивом ходит, с алкоголем. Ну, я как бы отвык от этого. У нас это не разрешено. Что ещё сказать? Вернёшься, да? Любите маму, мойте руки с мылом. Вернёшься, Миша? Я? Ну, я не знаю, Белла. Я хочу пока ещё в лето куда-то слетать, а потом уже, может быть, вернусь. А когда мы в Германию с тобой поедем? Когда я стану много зарабатывать. Миш, ну, сэкономим на чём-то. А? Сэкономим на чём-то. Купишь нам билеты, мы полетим с тобой в свадебное путешествие. Не, я буду в Германию с удовольствием. Я смотрю в Инстаграм, кто в Германии ведёт такие красивые места. Класс. Можно вопрос? В Сырдении некрасиво. В Болгарии красиво. Я там не была. Красиво? Красиво. В Турции красиво. Безусловно красиво. В Грузии красиво. В Абхазии красиво. А в Афганистане? В Китае красиво. В Афганистане, я думаю, своя красота. Ужасающая, с какими-то оттенками. Везде красиво. Вся наша планета красиво. Главное, мусор сортировать и выбрасывать его отдельно. Кстати, кроме Пизы нигде его не сортируют. Не, в Риме сортируют? Нет. Ну, мы же видели. Я видел смешанные пакеты. Ну, смешанные не хотят пользы. Не так, как ты. Боже, это ужас, конечно. Зато у нас все стоит. На кухне пройти нет. Тут лучше пакетов. Три мусорных ведра и два пакета. Это, ну, надо быть каким-то сознательным. Это ты про меня? Я на тебя хоть угоню, но ты еще ничего. Не сулечка. Я тебя в тонусе держу. Ой, ой. Ну, обез... А я не знаю почему. А ты мне нравишься. Давай, смотри у меня в щучку. Нет. Ну, давай. Нет, жена увидит и мне потом придется... Ну, что, а я же говорю, что я же тебя прошу сказать. Нет, даже то, что ты уже зрелая женщина. Ой, опять прозрелась. Господи, как ты меня задолбал. У меня нет возраста. Видишь? Блогеры, говорю вам по секрету, уже за сорок. Да. Ладно, но ты меня потом за кадром поцелуешь, да? За 700 рублей все, что хочешь. Боже, это ты. Смотришь, собачка, могу у меня кошечка забрать. Глянь. Маски у Кемина. Мальчик, Прохор. Красивый. Как зовут? Прохор. Прохор, иди сюда. Часто путешествует? Да. Да? Иди сюда, от меня просто кошками... Нет, нет. Он, он, и отворачивает. Красиво с тобой. Ты сейчас тоже к твоей собачке приедешь, да? Сколько здесь? Мой Артебальд Сидимундович. А вы где были? Здесь Пизе отдыхали? Нет, только мне в гости. А вы из Пизы? Нет, я и в гости. Середина... А где вы живете? С Санцеполька. Под Флоренцией. Видишь, вот уже вторые знакомства, Миша. Надо контакты собирать. Мария, ты можешь приходить каждый день, в аэропорт. Три раза уезжает на Москву рейс. И каждый раз знакомиться. И симулировать знакомства сколько угодно. А почему именно из Пизы? Потому что ближайший аэропорт. Дешевый перелез. Да, бюджетный вариант. Но плюс выбор места, плюс выбор багажа. И уже становится не так. А в аэропорт тоже место можно было выбирать? Ну, она бесплатная. А, бесплатная. А, да? Да. Идем в копейку сюда. Да. 599 рублей. Нет, нет, нет. Мы когда бронировали билет, мы сразу места выкрыли на Нюшу. У нас с собакой не так много любого. А, собак. Ну, вы не первый раз в Италии, да? Нравится? Потому что хорошо принимают. Мишуля. Ой, блин. А потом спрашиваешь, понравилось? Слышишь? Понравилось? Миша, у тебя был самый лучший отель в Италии. Конечно. Да. Когда я живу в Болонье, да. Ой, блин. Где твои, где наши подружки? Марина. Миша, соберись, мы с вами все. Соберись. Вот, смотри, опять тебе говорят. Сеньор и сеньор. И говорят, валите его. А как сейчас собак перевозят? Их сдают в отделение или на руки? В отделение полиции. Ну, а вы на руках будете его держать? Да. А, потому что, я знаю, сейчас вроде в Италии вышел новый закон или нет? Что уже можно на руки будет брать животных. Мне кажется, маленький, да. Больший хлеб. Это может быть итальянская авиалиния. Но российская, да. Потому что Шумеров по телевизору показывали, кто-то вез собаку. Где-то купили собаку за границей, пара пожилая. И собака во время перелета умерла. А вот где-то месяца 3-4 назад. И вроде как сказали, сейчас можно будет брать животных. А сколько ему лет? он молоденький, 2-5. А у меня дома кошки. Это заметно. У меня вся одежда, все. Ой, да ну не ври, вот немножко здесь. 6-7. Вы понимаете? И это ей еще не 60. Ну помимо этого у меня есть дети. Это еще не было климакса, и это она еще адекватная, и ходит сама в туалет. Ну потому что две приемные с улицы. Ну куда их что, выбросить? Не, ну то Москва, тут в Италии очень редко найдешь животных на улице. Ну мы нашли. Подобрать, выходить, вылечить и попробовать найти новый дом. Но дети мои не хотят. Да, естественно. А дети так? Ну мне когда говорю своим малым, говорю, давайте отдадим, вот мы вылечили, кот вырос уже, кастрирован. Они говорят, где на одного больше не изменит ситуацию. И так уже 6 годов. 7. 7. Ладно, Мишуня, смотри, я тебя здесь отдаю в хорошие руки. Там девочка Аня с другой девочкой. Посмотри, я тебе все. Все, ты валишь уже? Нет, махать, целоваться, махать друг другу рукой. Миша, я начинаю дело и заканчиваю. Что ты хочешь мне? Фотографии на память? Да, хочу показать свой паспорт. Хочу показать чтобы твои подписчики увидели. Истинно. Ну покажи, кстати, фотографии. Не, не покажи. Может, я там помоложе. Все документы я тебя покажу. А вы чем в Италии занимаетесь? У нас онлайн-магазин. У меня и моего мужа. Что, что? Онлайн-магазин. А, онлайн-магазин. Вот, пожалуйста, девочка с онлайн-магазина. Вторая девочка Аня, у нее она продает детские вещи занимается. Сейчас познакомь и будет стартап. Но как давно блогер все? Ой, долго. Мне кажется, всю жизнь онаила. А смотришь ее видео, кажется, что дилетант. Неделю назад сделала камеру. Ой. Но ее за это типа и любят. Не типа. Ну, значит, типа. Белла, ну тебе же пишут, что ты круглая дура. Иногда же пишут. Ну да. Поэтому я говорю, что типа. Они же ходят на ютубах на работу. Они с одной работы пришли, на вторую пошли. Я вот попал к ней в камеру неделю назад первый раз. Сначала полюбили, потом обосрали, потом опять полюбили, потом опять обосрали, потом мне еще мама написала, я посмотрела видео, чуть ли не плакала, как они могут такое писать, они же тебя не знают, а ты такой хороший. Потом у меня два не было, они пишут, где этот беляш, где этот пухляш, давайте его в кадр. В общем, все весело. Как возможно, вы решите? Все, теперь сейчас будет очередь Мишанечки. Утребродики я ему сделала, кофе налила в термос. Смотрят это видео, думают, блядь, хули он еще не уехал. Когда закончится серия, да? Когда закончится. Я ему полотенчики, мокрые салфеточки, если пойдет в туалет, чтобы влажными вытирался, ручки вытила разными салфеточками. Я вообще в синых местах в туалет не хожу. Ну, памперсы я тебе одела и положила тоже запасной. Так что, не пишет. Находчивая, варина. Ляпаешь, прям, не задумываюсь. Слышишь, памперсы чистенькие на тебе, так что думай, прежде чем делать, понял, чтобы подольше захоронить. не задумываюсь. Не задумываюсь. Ай, Миша, миленька, ну все, с Богом, да? Я ж не ему не верю, с каким Богом. В плане, что сейчас перевез будет. А, да, сейчас потоп.. Ну, мы дома верили, вроде выложили там. Кондишнл работает, хорошо. Так, ложи полегче. 23,8. 23,8. Неправильно бы намерили. Было же 20. Это капкос положили и больше стало. Займите здесь. Какая тетка хорошая. Я всегда говорю, что толстые люди добрые. Видишь? А ты меня заставляешь мудрить. Дома мерили. Все вытащили. Неправильно означает. Света, будешь смотреть, чтобы понимала. Да, перевес. 3 кг. Я уже и супницу достал, все подоставал. Вчера оставался. Молодец, вот это вот ибери с собой. Да, но только надо помнить, что жидкость не забрать. Поэтому бальзамик надо доставать. А то я уже один раз купил бальзамик. Мы в Харьков летали на гастроли. Там тоже есть итальянские продукты. И остался без бальзама. Слышишь, может это куда? 2 кг на таберицию. Говорит, можешь положить и будем смотреть здесь. Видишь, какая женщина хорошая? Да, я сейчас. Слушай, ты знаешь что? Может у тебя памперс весит очень много. Полный. Может его выложить? Марина. Это же не смешно. Нет. Белла, не смешно. Не, ну Одесса. Жемчужина у моря. Эх, Одесса. Ты знала много горя. Ах, Одесса. Не. Знаешь, Одессит? А ты вообще Одессит-Одессит прям родился там? Родился, вырос. Первая школа, вторая школа. Первый звонок, второй звонок. От звонка до звонка. От звонка. Слышишь это? Что? Штанишки можно положить. Галла, не смешно. А сам уже штанишки. Я же имела ввиду штанишки. Вы. Не в кармашке, а в штанишке. У меня интернета вообще нет. И света была на моем интернете к одному телефону в Венеции. И Саша, и Виша. Блин, а уже третий день я слышу это. Трех. Блин, ведь я без интернета в городе это вообще. Так тебе и надо. Курица-помада. Так, что еще надо? Чемодан. Выкладывай этот девочкин чемодан и в руку его бери. Нельзя. У меня одна ручная кладь. Белла. Она у меня спросила. Я ей показал, что у меня рюкзак. Она говорит, положи сюда чемодан. Я все. Вот эти пофельки, которые я вам хотела показать. Которые он купил в Риме. За 28, да? По-моему, он 38. 40 евро. Такие вот шикарные, новые практически стандалии. Не практически, а новые. Ну, я в них уже три дня походил, конечно. Чья туфля? Моя туфля. Как смешно. Можешь, я тебе чем-то помогу? Юмор. Да, материально, помоги мне. Надо волосы красить. Ты уедешь, я волосы покажу. Я тебе вышлю фотографии. Да аккуратно, ну не спеши. Ну зачем ты рвешь рюкзак? Не, наоборот, Белла, что ты сделала? Зачем? Не надо за меня решать дела. Я не твоя кума. А ну, ложи. А ты думаешь, что один кухель выложил? А ну, вот сюда ложи. Сколько она сказала, можно достать? Два килограмма убрать. Там, наверное, шесть килограмм. Пошадь. 21 и 4. Сейчас я спрошу. Все. Все, Анна, отлично. Смогу еще второй ботинок под подмышку собрать? Да нет, она тебе так пропустит. Все, давай, проходи. Сеньора, я мухатку. Что ты делаешь? Жму руку. Давай, товарищ. Что бы ты без меня делал? Подавал бы квартиру. Да, конечно. Смотри, я твой переводчик. Там перевела, там помогла. Ага, я не знаю, что такое проект. Я знаю, что такое мискузи. Я знаю, что такое белла. Вот он ее видит. Грация, милле. Аривидерчи, бон лаворо. Видишь, Мишуля? Что я должен видеть? Как все организовано. А ты не хотел, чтобы я тебя провожала. Миша не хотел, потому что говорит, Марина, не расстраивай меня. Я очень сентиментально. Потому что уже вот здесь. Я расплачиваю. И говорит, как я буду без тебя? Я говорю, Миша, как? У меня своя правда. У нее просто своя правда. Истина одна, а правда у каждого своя. Вот у Марины своя правда. Я так Мариной назвал, хоть не Беллой. А что, Белла это плохо? Кто знает, как Белла переводится? Надо меня называть Кара. Кара? Кара Божья? Нет, дорогая. Тебя послали, как Кару Божью. Мужчина на тебя засмотрелся, а же по-другому. Верни, на нас. На тебя, наверное. На меня вряд ли. Паром. Я что, с тобой красивый? Красивый, Мишечка. Ты что? Ты мягкий, пушистый, Мишуля. Ты добрый. Ты харизматичный. Ахулия, конечно. Кам-кабанам. Я добрый. Не, ну что же ты вынул одну туфлю? Миша, это кинокомедия. Я тебе говорю, Миша, одну туфлю, блин. Блин, я в шоке. Вообще просто. Мне смешно такое. Беллочка, я полжизни доказываю обувь с Америки. Я знаю, что две туфли это килограмм. В среднем, любые, бабские, мужские, неважно. Все, я достал полкило одной туфлю. Сейчас пойду. У меня летая каучуковая подошва, там, значит, было больше, чем... Все, я достал полтора килограмма сыра и... Блин, я думаю, на кого ты похож? На кого? А ты похож мультик. Чиплдейл спешит на помощь. Чиплдейл? Чиплдейл. Там был тогда, у них дедушка был такой, сыроед. Не помню, как зовут. Так и звали его. Сыроед. Нет. Все было. Плачем. Что, уже все, а ты заходишь? Ну, все, по-моему. Спасибо тебе. Я, конечно, понимаю, что с нашим ассутцием блоги станут менее тональными и цветными. Но не бросайте ее. Она хоть и коза, но порогистая. Не обижайте меня, что он хороший. Еще 10 дней назад ты вообще не знала обо мне. Ну, вот я такой человек сентиментальный. Дай, 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 сниму. Да нет, я из Кумо и плакала. Я просто очень сентиментальная. Потому что я настоящая. Давай, не плакай. Как буду тебе в WhatsApp наяривать. А, ну, давай, давай, наяривай. Все, Белла, грибу. Все, давай. Всем пока. Белла, пленка. Дорого стоит. Нормально. Эмоции не купишь. У меня сейчас стоит. Ой. Вот так вот, между прочим, можно привязаться к людям очень быстро. Особенно, когда они хорошие. Чао, роганцы. Давай, Сеня. Все, гостей всех по поездам рассудила. Окс переключается. Ну, все. Мишаню тоже проводила. Сейчас мне надо идти на железнодорожный вокзал. Я там оставила свой паспорт. Девочка из Германии. Сонька, тебе привет. Сделала заказ. С моего магазина, с моего магазина, так и выражается. Компания Нел. И высылала деньги. Типа Вестер Юнион там, Рио называется. Также, получается, опять объясню, кто не знал. Если вы заказываете через меня, получается, я покупаю на свои деньги. Мне приходят накладные на товар, да. Я показывала, в посылках есть накладные. Но деньги девчонки скидывают мне на карточки. То есть возвращают мои деньги, которые я заплатила. И выслала денежку. Я пошла, деньги сняла и паспорт забыла. Я, конечно, потом позвонила ему, еще высказала, сделала мужика виноватым. Говорит, это же твоя работа. Я говорю, что ж ты мне паспорт не отдал. Где-то уже, наверное, неделю назад. Поэтому надо зайти забрать паспорт. Потом домой надо вывесить белье. Или же сразу сделать там уже упакованные посылки. Отвести на почту, отправить девочкам то, что заказывали. Кстати, появился вроде как антицимулитный крем «Гори жопа» называется, да. Многие хотели заказать, мне было в продаже. Мне на неделе должны прийти два крема, которые девочка уже одна из первых заказала себе. Вот. И потом уже еще я докуплю крема. Это которые девчонки через меня заказывают, которым лень в магазин идти бросать там в корзину. Все. По Украине доставка очень быстрая. Пишите мне в Инстаграм. Оформляю заказ. И вам вы скидываете деньги на карточку, опять же, если не идете в магазин. Наши девочки в Киеве. И вам сразу же ставят на новую почту. Все очень быстро и легко. А в Москве точно так же. Очень много магазинов. И в Одессе даже есть филиал. Кто хочет в команду, тоже пишите. Команду набираю. Никого не слушайте. Пробуйте. Ну, в общем, как-то так. Видите, сегодня погода хорошая. Надо побыстрее вывесить белье. До дома дойти. Вот. Все. Кухня моя покрашена. За холодильником, за плитом уже помыто. Осталось только помыть люстру. И окна побелить. Потому что мы затерли. Действительно помогало. Но, во-первых, времени уже не было. Давайте перейдем здесь. Ой. Китайский магазин. Насадил цветов. Молодцы. Ой, красота. И здесь тоже, смотрите. Как приятно. Облагорожена. Иду за паспортом. Здесь деньги снимала. Сказала девчонкам взять ключи. Не знаю, кто-то из них услышал. Чтобы ключи взяли, если не успею. Домой прийти до их прихода. Вот такие вот товарищи дела. Каникулы с моими друзьями закончились. Но, как раз, с другой стороны, в принципе, у меня это и времени путешествовать много нет. Потому что сейчас школа до часу. Потом сейчас в Софии экзамены. Если экзамены сдаст, поступление. У меня там всего месяц, по-моему. Вот и отпуска. Ну, каникулы. Вот здесь я Рио. Какой-то Рио. Вот этот вот. Я получала деньги. Пришла получать деньги. В таком вот магазинчике. Там очки продают. Здесь бусы. Так, я иду домой. Все сделала. Паспорт забрала. Сегодня, кстати, какая-то... А, сегодня у нас базарчики. Какая-то ярмарка, не знаю. Я домой. Настроение. Приподнятое статус моего настроения. Ну, и одновременно, конечно... Ой, все. Одинокая я опять. Кстати, спрашивали, где моя Лена? Лена нормально? Лена сейчас на даче садит помидоры. Я с ней созванивалась. Поначалу у меня же времени не было. Вот. Куме огромная благодарность за... Давайте на себя. Ой, не красиво. За то, что сделала кухню. Мишане огромное благодарность за настроение. Вот. Все прошло очень хорошо. В общем, мне все понравилось. Я довольна. Эмоции. Приезжайте еще в гости. Дом мой открыт. Все время для вас. Смотрите, вот это домой. Блин, где я снимаю? Смотрите, как поднялась вода. Это наша река Арно. Блин, девочки, мальчики, что я снимаю? Как поднялась вода. Потому что у нас были дожди. Это уже, считай, вторая неделя дождей. Там передышка была пару дней. И сильные дожди были вот на днях. Вот так вот. Кто-то базарчик снова. Я вот только что разговаривала с Карлом по телефону. Он мне звонил. Я девчонкам тогда с Венецией уезжала. Кстати, огромное спасибо девочке и вашим мужьям за прием. Не только меня, но и моих друзей. Огромный вообще вам низкий поклон. Дай бог, чтобы у вас все получилось. То, что вы себе наметили. Я могу вас рекомендовать это 100 на 100. Поэтому, надеюсь, моей легкой руки у вас все пойдет. И я вот только что с девочками когда уезжала, я сказала, что я вернусь через две недели, да? Вот. И смотрите, вот только что я с ним разговаривала. Я говорю, давай через две недели поедем в Венецию. Просто хотя бы не на один день голубом по Европе. А на два дня. И вот оно начинает ныть. Ему это не хочется. То ему не хочется. Времени нет. Денег нет. Это опять возвращаясь к тому разговору. Вы же жили с мужчиной. Чего вы не путешествовали? Да потому что с такими мужчинами жила, которым нафиг это все не надо. Это во-первых. Вот. И не было человека, который бы тебя поддержал. Допустим, там даже если откладывать какие-то деньги и планировать эти путешествия, какие-то маленькие переезды. Потому что, читая ваши комментарии, иногда прям думаешь, блин, в натуре люди так считают. Ну и все же так хорошо, как у вас. Я рада, там женщина написала, я не живу в Италии, но я была в Венеции 15 раз, да хоть 20 раз. У вас же тоже был когда-то первый раз. Я рада за вас, что вы чувствуете себя финансово лучше, чем я. Никогда ж не поздно. Вот побывала, влюбилась, город очень понравился. По поводу писали опять же. Марине не понравился Рим, потому что там не было халявы. Ну почему же? Когда я сделала пост, девочке где-то около 12 дня, много человек написало, что мы проведем по городу, давайте встретимся, покажем город. Две девочки были на машине, которые могли повозить. Я сказала Миша, говорю, есть девчонки, которые, ну, несколько человек, которые сказали, что проведут экскурсию, и все остальное. Он говорит, мы и так все сами нашли, в принципе. А говорит, давайте сами. И все. Так что люди откликнулись из Рима. Не надо так прям все это, как сказать, усугублять. Вот такие вот дела. Я думала, да, кордей, то давай вернемся. В Венецию полюбился город. Знаете, еще что думала? Он, наверное, вот так вот завораживает. Потому что вода, вот вода, течение. Как бы вам лучше высказаться, чтобы вы меня поняли. Не потому что город на воде, а потому что просто вода. Вокруг тебя вода, и оно как-то настроение подает. То есть жизнь идет, она живая. Вода течет и не стоит. Ну, не знаю, сейчас опять, наверное, не так высказалось. Ну, в общем, кто понял, тот понял. То есть она завораживает то, что движение есть. Другие города тоже сами по себе красивые, безусловно. Но все равно суша – это суша. А то, что вокруг течет, живет – это прекрасно. Я этот город полюбила с первого мгновения. У нее такая бешеная энергетика, у этой Венеции. Только сходишь, и все, вот. Вообще. Ну, Карлос, наверное, звонит. Ему сказала, если ты не поедешь, я с другим поеду. Ага. Сейчас отвечу. Ага. Карлос Кематова. Звонил. Как только сказала, не поедешь, поеду с другим, ты меня задолбал уже. Сразу перезвонил, все. Наверное, недели через две мы поедем на два дня, девочки. Ждите нас. Я очень хочу спокойно посмотреть Венецию. Еще больше другие ее места. Ну, вот. Опять же, ответ той женщине, которая была 15 раз или 20. Вот у меня уже будет второй раз. Всему свое время. То дети маленькие, то проблемы. В общем, я, в принципе, ни на кого не обижаюсь. Все равно вам огромное спасибо за активность. И в Инстаграме, и на Ютубе, за комментарии. Любые. Все равно тратите свое время. Всем добра. И мир в мир. Все равно. Продолжение следует...